Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Самоель и это очередная серия Let's Play Progress, 38 серия, посвященная Прекрафту. Прекрафт, как я уже говорил, это создание вещей до непосредственно крафта какой-то более сложной вещи. Ну, допустим, поддержание какого-то количества микросхем в системе. То есть у нас всегда есть стак продвинутых микросхем, даже побольше, 79. И как только мне нужно что-то будет сделать из этих микросхем, ну, допустим, центрифугу, я это могу сделать гораздо быстрее, просто создав центрифугу. Мне не нужно будет делать микросхемы, мне не нужно будет ждать сборочную машину, пока она все это сделает. Так что все это очень и очень удобно. Сегодня мы продолжим Прекрафт такими важными вещами, как пластины металлов и корпуса. Пока что Прекрафт у нас действует только на микросхемы и их части. Для этого Прекрафта нам нужен, нам нужны сборочные машины и прокатные машины, то есть плейтбендинг машины. Начнем с прокатных. Я решил, что 4 штуки хватит, так что давайте сделаем их 4 штуки. А потом посмотрим, сколько у вас конвейерных модулей. А я ведь заказывал. Амма. Очень интересная ситуация. То есть, что за проблемы с крафтом? Я хочу конвейерные модули. Свои заслуженные. Давайте 4 конвейерных модуля. У нас есть... Нет, стоп. У нас же есть рецепт конвейерного модуля. Есть рецепт всего, что в него входит. В чем проблема? Есть оловянные пластины даже. Я ничего не понимаю. Серьезно. Понятия не имею. Ну, конвейерный модуль. Да что за бред происходит? Так, ладно. Моя система решила, что она мне не подчиняется. Давайте проверим ее в другом батарейке. Самая сложная часть конвейерного модуля это, конечно, батарейка. Закажем 16 штук. А вот теперь я уже упорно не понимаю, что происходит. Главное, энергии есть. Все в порядке. Все это очень странно. Ладно, сделаем батарейки сами. Пожалуйста, нам оловянных корпусов. Хотя нет, корпуса-то оловянные делаются вроде. Оловянные. Вот эти Тин Айтем Кейси. Давайте закажем 32 таких корпуса. Ну и что? Правильно, ничего. Кстати, я совсем забыл. Нам, конечно же, нужны метал-формеры. На прикрафт целых два. Так, это у нас что? Это коэл? Ага. Бронзовые предметные корпуса. Вот это может быть проблема. Ааа, итак. Блин. Лейтбайдинг пошел неправильное. Здесь нет вот этой интеграционной... Нет. К сожалению, у нас вообще его нет, интеграционного контура. Поэтому случайно здесь делалось... А я хитро сделаю. Все. Смотрите. Машина Плайдбайдинг машин работает с такой штукой, как интеграционный контур. Поскольку из некоторых металлов делается сразу несколько вещей. То есть, допустим, из бронза можно сделать просто бронзовую пластику, а можно сделать толстую бронзовую пластику. Если контура нет, то автоматически делается толстая. А если контур есть, то смотря какой. Контур на единичку – это обычная пластина, на девятку толстая. На двенадцать – это капсулы из олова, ну и так далее. Контуров различных много. Далеко не все из них используются или используются часто, но некоторые из них очень часто нужны. Я не могу ничего понять. Где понятно, что ничего не понятно. Давайте все-таки сделаем батарею вручную. Сами сделаем ассемблинг машины. Что происходит? Целых шесть ассемблинг машин. Нет, нам потребуется… Извините. Нам потребуется простая сталь. Стэдфаст дрон. Откуда он взялся? Я не помню, кто это, но это крутой дрон. Серьезно. Стэдфаст плюс вариант. Хероик. Орк. Все. Нет. Он может быть и крутой, просто потому что его сложно вывести. Но толку от него… Он производит какао-бобы. Я, в принципе, не могу представить, кому нужны какао-бобы, которые производят пчелы. Ну, это бред какой-то, просто. Извините. Меня… Я не знаю, что это вообще. Зачем такой дрон нужен? Но он у меня есть. Это приятно. А теперь металлформер. Так. Металлформер. Прекрасно. Тулбокс. Ладно. Раз. Два целых. Раз. Два. Раз. Амма-коруса. Три. И… Круса. Прекрасно. Четыре. Далее… Так. Катушка. Коил. Целых шесть штук. И все вместе… Два металлформера. В общем-то, готово. Ну, могу вам, пожалуйста, показать… Я немного изменил свое рабочее место. Во-первых, расширил молекуляр ассемблер. Теперь он шесть на шесть. Теперь внутри четыре на четыре территории. Ну, находится все внутри четыре на четыре. Внутренняя часть. Там, получается, шесть осталось ассемблеров молекулярных. И целых шестьдесят восемь получается крафтинг ЦПУ. Поэтому система начала работать быстрее. Часть рецептов у меня полетела. При этом. Короче, исчезла, пропала, испарилась. Но тут добавилась куча новых. Ну, а теперь у нас есть все, что нам нужно. Поэтому мы можем брать хопперы. На следующий случай полужуткостные генераторы. Обязательно интерфейсы. Десяток. Сделайте, пожалуйста. Интерфейс. Почему мы не можем сделать интерфейс? Стекло, МЕ, кабель. Это какой-то идиотизм. Серьезно, это какой-то идиотизм системы. Я подозреваю, конечно, что и не хватает энергии. Но, как бы, как бы это легко проверить. Потому что просто ставим компьютер банк. Сейчас поставим вот данную энергетическую вичейку рядышком с самой сетью. И посмотрим. Если ничего не изменится, значит проблемы с самой сетью. И тогда уже все плохо. Причем совсем плохо. Так. Где-то же здесь у нас. То есть, пожалуйста, настраиваем. Здесь выход. Нет. То есть здесь просто получается always active. и output always active. Ну, то есть, как бы энергия-то идет. С энергией все в порядке. Ее хватает. То есть, если что, здесь композитор банк стоит. С энергии будет не хватать. То будет, ну, как бы. Короче, он все сделает. В смысле, ну, в нем есть энергии. Если ее будет не хватать, то не хотят. Мы продолжаем, уважаемые зрители. Как бы вообще, по-моему, система крафта просто накрылась. И если честно, я не понимаю почему. Потому что оно все работало. Как вы видите, ME кабель здесь подключен. Как бы везде подключен. Никаких проблем с этим нет. Ну, короче, я не знаю, в чем дело. Поэтому я сейчас, наверное, поставлю видео на паузу. И пересгружу игру просто. Ну что ж, мы продолжаем. Интерфейсы вроде бы сделались. Если честно, я так и не понял нормально, что произошло. Но, судя по всему, в некоторых ситуациях, ME сеть требует больше энергии, чем может поставить, ну, чем можно до нее дойти. То есть до нее доходит всегда около 80 мж. Иногда ей нужно больше. Из-за этого, когда висит сразу много крафтов. А вы видите, тут крафтов висит прилично. То она начинает глючить. Я не знаю почему. Вроде бы все с энергией должно быть в порядке. Но 10 интерфейсов наших есть. Потом хоппера есть. Ну и, в общем-то, давайте уже пойдем ставить. Все это ставить и размечать. Сейчас посмотрим, как там все это получится. Как же все это сделать так, чтобы всем машинам было удобно. Ко всем машинам было удобно подходить и их использовать. Медные кабели. Я очень надеюсь, что подобных глюков не будет. И что это просто вайрмил медленно работает. Да. Ладно, возьмем пока. Сколько там еще? Давайте чуть-чуть быстрее возьмем. Пока 6 кабелей. Потом, если что, возьмем еще. Итак, вот вы видите. Здесь второй положительный генератор. Он полностью готов к работе. А здесь у нас что? Здесь у нас крафт. По заказу. Сюда мы ставим одну ассемблер машину. Потом объясню почему. По-хорошему бы сюда поставить надо было две, но раз уж одна, значит одна. И ставим интерфейс, пока пустой. С рецептами потом заморочимся. Далее, здесь что у нас? Здесь у нас опять-таки интерфейс. И хопперы. Получается, давайте посмотрим. Плейтбендинг машин. Самое... Ну, здесь... Здесь это основное, конечно. Где она? Плейтбендинг машина. 8 EU за тик. Нет. Очень интересно. Если нам нужно... Смотрите нам. Давайте поставим 4 машины в любом случае. Криво стоит. Давайте лучше нормально поставим. Ну, чтобы хотя бы покрасивее было. Покрасивее. Итак, Плейтбендинг машина. Нам нужно производить оловянные. Итак, первое, что нам нужно, это оловянные пластины, конечно. Здесь у нас 24 EU за тик. Ничего себе. 24 оловянные пластины. Наверное, нам понадобится чуть меньше данных машин, потому что у нас есть металлформер. Так, если 24, то здесь им вообще не место. Ладно, они ушли в интерфейс. Металлформер потребляет 10. Металлформерная сеть. Use a tick. Собственно, mode extruding. И ассемблит машины. С ними тоже все непросто. Нам нужен... Итак, король... Это по-другому называется. Называется хул. Алюминиевый корпус. Кстати, что из него можно делать? К сожалению, из него ничего нельзя делать полезного. Очень жаль. Да, полезного из него делать, к сожалению, нельзя ничего. Поэтому нам понадобится только стальные корпуса. А стальной корпус в 8 use a tick. То есть это у нас 28. А далее... Как они называются? Короче, которые делаются из оливиновых пластин. Data storage circuit это еще 8. То есть получается 28. Это уже 36. Да, вот так проблемка. Нам, пожалуй, нужны будут трансформаторы. И тогда вообще никаких проблем. 4 полушидкостных генератора, трансформаторы. Давайте посмотрим transformer upgrade. Целых 3 штуки. Давайте сделаем еще... Наверное, еще 3. Трансформер upgrade. Вот он. Раз, два, три. Готово. Вроде бы должно хватить. Эту ассемблинг машину убираем. Эту половину пайминг машины убираем. И ставим эти две. Еще одна воронка у нас есть. Нам нужна еще одна. Да, все крайне непросто. Так, прекрасно. Точнее, не очень. Железные пластины. У нас есть более... Точнее, менее поломанный ключ. Хорошо, что есть менее поломанный. И, конечно же, сундук. Наоборот. Да, готово. Воронки есть. И давайте все устанавливать. Сейчас, наверное, стоит поставить... Давайте посчитаем, сколько здесь у нас всего потребления будет. И, исходя уже из этого, поставим столько положительных генераторов, сколько нам надо. Так, неправильно поставлена платбенник машина. К ней просто кабель не подключится. И теперь я понял, что здесь мне очень нужно. Очень нужен... Точнее, очень нужен... Крафтим терминал. Ну, и сама платбенник машина бы тоже не помешала. А также... Такая, опять-таки, очень важная вещь, как... Полужиткостный генератор. Как... Так... А, они у меня с собой. Ну, это хорошо, что с собой. А то вдруг бы не оказалось совсем в системе. Конечно, их много теперь. Но все равно. Когда-нибудь могут кончиться. Как вы видите, полужиткостный генератор я использую только для машин, которые находятся с левой стороны ангара. Все машины, которые находятся справа, питаются от ветряков. Итак, платбенник машин с нами. Здесь, прямо со мной. Ставим на нее... Ну, вообще, на все машины интерфейсы. Куда ж без них. Так, металлформер, металлформер. Могут быть с металлформером проблемы. Если что, поставим импортную трубу. Итак, машины готовы. Теперь в них ставим трансформаторные апгрейды. В металлформер апгрейд не нужен, поскольку у него глюки. Да. И теперь считаем. 24 плюс 24 – это 48. Здесь 4 по 8 – это 32. Это получается 8. 32 до 48 – это 80. Плюс металлформер – это 100. Соответственно, нам нужно целых 4. жидкостный генератор. По-другому попросту не получается. Генератора можно поставить хитро. Вот таким образом, стоя попросту. Делаем наши жидкостные кондюиты. Делаем здесь дырку. И поднимаем кондюит наверх. Теперь все это вместе соединяем. Прекрасно, топливо пошло. Почему-то сверху начинает заполняться. Ну, ладно. Хоть сверху, хоть снизу. Не столь важно. Так, прекрасно. Полужидкостный генератор есть. Теперь медные кабели. Точно 6. Точно 6 если криво ставить. Если ставить прямо, то тоже будет 6. Все верно. Итак, собственно, машина готова. Теперь нам нужны, конечно же, рецепты. Металлформер стоит на моторолинг. И этот металлформер стоит на моторолинг. Ну, и самое веселое, что я сделал, это, конечно, поставил интерфейсы. Это не крафт-система. Это прекрафт. Соответственно, здесь то же самое, что и, допустим, вот здесь. Это левел-эмиттеры. И, собственно, сами машины. Поэтому, конечно же, конечно же, нам потребуется Precision Export Bass. То есть продвинутые трубы экспорта. Что там опять с системой приключилось? Я поражаюсь. Все в порядке было. Сколько серий я снимал. Сколько сезонов я снял уже. Это четвертый сезон. Во всех четырех сезонах я использовал эту машину. Какого фига? О! А вот это уже более понятно. Тут просто полетел, ну, точнее, исчез рецепт базовый экспорт трубы. Поэтому все в порядке. Нам потребуется всего лишь поршень. Интерфейс. Интерфейс. Немного железа. Базовая труба. И МЕ-кабель, конечно же. И МЕ-кабель. Прекрасно. И из всего этого мы можем сваять рецепт базовый экспорт трубы. Прекрасно. Я очень надеюсь, что у нас есть достаточное количество. Почему пять? Нам нужно еще. Еще три. Всего же восемь их. Одна. А теперь чисто теоретически. Почему одна? Нет, серьезно. Я заказал. Нет, видимо, я ошибся. И еще одна-две. Три. Прекрасно. Одну лишнюю сделал, но это не важно. Теперь у нас есть восемь PrecisionExport. Порт баз. И пока я отсюда не ушел, нам, конечно же, потребуется Level Emitter. Level Emitter – машина простая. МЕ-кабель, базовый процессор Redstone, факел и железо. Все, что нужно для нее. Конечно же, мы выложим рецепт данной машинки. Точнее, это не машина, не механизм. Это маленький приборчик, который нужен для крупных и полезных систем. Поэтому, пожалуйста, нам восемь Level Emitter. Раз, два, три, шесть, восемь. Готово. Теперь все это можно со спокойной совестью устанавливать. Наверняка, скорее всего, я могу не успеть сделать систему полностью сегодня. Точнее, в этой серии. И частично самую долгую работу сделаю за кадром. Ну, давайте посмотрим, что у нас получится. Потому что пока все успеваю. Пока 23 минуты еще только снимаю. Так, вот они Level Emitter. Такие красивые, наверное. Я не знаю просто, что говорить в этой ситуации. Поэтому ME Candid. Забьем. Молчание. Какими-нибудь бессмысленными словами, да. Level Emitter. Шины. Экспорт это шины. Ну, что-то в этом роде. Вот такая какая-то корявая система получилась. Далее нам потребуется все-таки Import Path. Import Basic Import Path. Конечно же, интерфейс в количестве двух штук целых. Ну так, готово. Получается интерфейс и поршень. 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 Причем липкий. А у нас есть что-нибудь липкое, как Slime Ball. Да, у нас есть липкое. Что-то 16 поршней липких. Да, небольшое подтормаживание идет. И две Basic Import Path. Мы их ставим на наши металформеры. Ну, поскольку есть такая с ними небольшая проблема. Они не готовы в Hopper выкладывать все, что делают. Поскольку эти машины для автоматизации не предназначены. Итак, первое, что нам нужно, это стальные корпуса. Так, стальной корпус. Хул. Поставлять машинные части и стальные пластины. Машинные части. Да, машинные части. Где они? В армии. Это ассемблик-машин. Где здесь сделаются машинные части? Вот они. Сейчас, как только сделаются. Ладно. Давайте начнем с простого, с металформеров. Это, прежде всего. поставлять оловянные пластины, если оловянных корпусов. Работать только с сигналом. Если оловянных корпусов меньше 196, 196, если меньше, то подавать сигнал. Если меньше, то поставлять пластины. Прекрасно. Далее. Второй металлформер. То же самое, только с пластинами железными. Если меньше, точнее, с железными частями машин, либо не железными, что из железных можно делать? Пауэр Юнит. Что из него делается? Ладно. Иллюминатор, Тесла Койл, так, так. Нет, по-моему, железные части нам вряд ли понадобятся. Да. Скорее всего, это так. Потом, тогда бронзовые, может быть. бронзовые. Ладно, этот металлформер пока оставим. Потому что, если честно, я не знаю, что с ним делать. Он производит, ну, кабели производятся в другом месте. Да, кабели в другом месте производятся. Корпуса пока я не знаю. Вроде бы, никакие, кроме оловянных, постоянно не нужны. Бутылки. Точнее, не бутылки, а банки, консервные. Ладно. Пока второй металлформер, не будем загружать. К этому времени, у нас наверняка появились машинные части в системе. И мы в данной системе следующей машине, у нас ассемблит машин, мы ей говорим, работа только с сигналом. Если корпусов менее 64, то поставлять машинные части и остальные. Нет, корпуса поставлять бессмысленно. Чтобы делать корпуса, поставлять корпуса. Это круто, конечно, но смысл в этом не вижу никакого. Не сюда. И стальные пластины. Прекрасно. Сейчас корпусов больше стака, точнее, стака больше. Поэтому ничего не поставляется. Следующее. Если а вот теперь нам нужна другая машина на просто крафт. Не ассемблит машина, как мне вначале казалось, а такая очень непростая машина, машина как блок о, как же, нет, она называется plate cutting машин. Plate cutting машин. Вот она. То есть пластиная резочная машина. О, как же все это непросто. Давайте снимем ту машину, которая у нас уже есть. а еще нам потребуется компресса на создание блоков. Так что все очень непросто. И все это нужно для создания таких сложных предметов, как уже предметов более высокого уровня. data control circuit, data orb и energy flow circuit. А также наверняка все их производные. Давайте сейчас посмотрим. Plate cutting машина у нас уже есть. Она работает на 32 гиузотик. Это хорошо, это правильно. Нам теперь нужно нам нужен компрессор, который ничем не занят. Автоматик коник машин, плавит коник машина, плавит коник машина, метал формер, экстрактор, компрессор. Он ничем не занят. Alvin. Нет, тогда это называется передот. Да, поставлять передот. С другой стороны, не надо поставлять передот. Я не знаю, что здесь сказать. Сейчас давайте во-первых, весь передот нужно превратить в Alvin. Делается самым нехитрым образом. Просто выкладывается передот в инвентарь из Project Threader и через несколько секунд он становится Alvin из Greg Tech. Это крайне странно выглядит, но на самом деле я не знаю в чем проблема. То есть почему нельзя было стандартизировать. Видимо у Грега с этим были какие-то проблемы. Раз пришлось вот так сделать. Ну теперь у нас есть Alvin и мы можем взять интерфейс интерфейс пожалуйста два интерфейса нам и поставить на данный компрессор почему у меня дрель оказалась последним слотом и поставить плейткатинг машин вот сюда готово стоп нет не готово не готово фуф нам понятно дело нужен трансформатор на апгрейд которого у нас нет поэтому мы делаем делаем его трансформатор трансформер апгрейд а сейчас так mv трансформатор это basic вот basic машин кейсинг и конечно же медный кабель раз два три четыре и трансформатор на апгрейд четыре штуки готово ставим плейткатинг машин пока не запущено никаких проблем ставим в нее трансформатор апгрейд и все готово все прекрасно теперь ставим опять сюда интерфейс и сюда интерфейс плат конец машин готова ну я думаю на этом стоит заканчивать серию потому что уже довольно много времени потратилось за кадром я завершу данную систему в следующей серии покажу что получилось а пока что я еще не закончил я могу вам показать что все-таки было сделано за кадром вот такая жуть это 64 коксовой печи они работают это basic экспорт бас на древесину и это basic импорт бас довольно дорого но по крайней мере это все было удобно устанавливать внизу проходит флюид под креозот все они уходят вниз мы можем сюда спуститься здесь у нас есть проход и цистерна с креозотом здесь более 5000 литров креозота которые заливаются по этой трубе вот сюда скоро цистерна переполнится поэтому придется что-то с этим делать в ближайших сериях мы этим займемся и на этом я думаю стоит заканчивать серию если вам понравилось ставьте лайки подписывайтесь на канал пишите комментарии с вами был Самоель это была очередная серия расплея прогресс всем удачи всем пока